Все в одну, прямо эту калитку. По фанайди, вы больше не пробовали, да? Обещают, что будет еще легче, я понимаю, что это очередная ступень херни, но дождемся послаблений, и тогда зайдем на третий круг. Послаблений, ну просто сейчас послабление пенсионерам, детям. Я до пенсии еще нет, из детского вырос, но буду ждать. Вроде как уже и президент сказал разобраться этим охвоебом и сделать эту вещь более доступной, а не издеваться над людьми. Ну посмотрим. Пока ты мне не давал новые вводные, ты же у меня рулевой по этой теме. Ну то есть, просто до какого периода должно... Ну мы же понимаем, вот я сейчас читаю, там эти самые данные по Ростову пришли. И, блин, 40 миллионов тратится в год на матчи домашние. То есть, получается, там что-то около 3 миллионов на каждый матч, на контролеров. Только на контролеров расходы выросли, на стюардов из-за фанайди. Три миллиона на каждый матч. То есть, Иван, я понимаю, что это не отбивается вообще ничем. Ты знаешь, проблема в том, что мы все эти вопросы адресуем куда-то в воздух, непонятно кому. Я, например, считаю, что было бы абсолютно справедливым, честным сказать нам конкретное лицо. Кто это придумал, кто эту идею пихает и кто за ее успешное продвижение отвечает. И этому бы лицу конкретному... Это же сейчас у нас какое-то аморфное чудовище, которое издевается над людьми. Хочется узнать фамилию, имя, отчество этого чудовища. Помнишь, как это при Сталине говорили? За каждым поступком, или там, я не помню, преступлением стоит фамилия, имя, отчество. Так и здесь. Дайте нам этого великого мудреца, который это придумал. И я думаю, что общество российское выскажется. А после этого уже вышестоящие руководители должны сделать вывод. Может этот человек находиться на этом посту после того, как люди о нем скажут свое мнение. Или не может. И, наверное, с него, а я думаю, скорее всего, финансово он потянет, наверное, он и должен компенсировать всем клубам и гражданам их потери. Кто-то же это все, ты понимаешь, мутит. У этого же всего есть руководитель. У любой вот этой херни есть руководитель. Давайте узнаем, кто руководитель этого всего. Но пока я просто вижу, что клубы приспосабливаются по-разному. У «Спартак» билеты по 100 рублей стал продавать, «Оренбург» по 10 рублей. Ты понимаешь, что это смех? Самый популярный клуб продает билеты по полтора доллара. Но об этом даже говорить нельзя, потому что это такое унижение нашего футбола. Но это все. Мы уже ниже плинтуса. Я даже не понимаю. Ну, слушай, я тебе об этом все время говорю. Вред от чиновников, которые просто сами по себе довбоебы. ЦСКА против клуба «Медиариги» уступил. Я был на этом матче. И, в общем-то, я не могу сказать, что как-то ЦСКА валял дурака. Нет, они старались. Заряда такого не было. Но состав был вполне себе боевой. Что на вас ждет? О чем это говорит? И людей пришло больше, чем на официальный матч. 15 тысяч болельщиков. 15 тысяч приходят на матч товарищеский с этим. Вот тебе и ответ этим деятелям, которые эти сраные фан-айди придумывают. Это прям плевок им в лицо, что они просто издеваются над людьми. А то, что они выиграли, ну... Я не знаю, как заставить людей выкладываться, идти в стыки. На товарищеских матчах? Тут вот Олег Иванович высказался, что кто не поддержит товарищеские матчи, а не иноагенты. Кто критикует сбор, а не иноагенты. Да, надо ему, конечно, видимо, заслать закон об иноагентах для понимания. Но я думаю, что как раз проблема в том, что товарищеский матч это играть нужно, но у них должна быть какая-то мотивация. Может быть, может быть, если вы хотите видеть сильную игру команд, участвующих в товарищеских матчах или в сборной, значит должен быть какой-то бонус или спонсор. Например, какая-нибудь нефтяная или газовая компания говорит, вот мы проводим матч с Ираном. И в случае победы, или мы учреждаем приз, победитель этого товарищеского матча получит такую-то премию. А лучший игрок серии, мы же провели там какую-то серию азиатскую, да, там из четырех матчей пяти, а лучший игрок серии получит такой-то приз. Ну, когда люди мотивированы, тогда они и выкладываются. Вот я даже скажу по себе, я, конечно, далек от больших спортсменов. Ну, вот я в теннис играю, мы играем там, знаешь, играть на 10 тысяч рублей и играть просто так, лично для меня две большие разницы. Я, потому что просто так, вообще могу не напрягаться, ходить, знаешь, как этот... А так-то вы играете, как Борис Беккер. А так, а за 10 тысяч, знаешь, я злой, как собака, причем мне эти 10 тысяч погоды не сделают. Но есть, понимаешь, есть стимул, есть то, что, например, за что-то, да, не хочется отдавать, во-первых, свои, а во-вторых, хочется отобрать чужие. И все, и вот тут у тебя другой совершенно настрой, понимаешь? Ну, если вы хотите видеть максимум, чтобы люди выкладывались, да, тогда дайте им какую-то конфетку, дайте им что-то, за что они должны биться, за что игрок должен понимать. Он идет в стык, он получит травму, и он же после этой травмы может и не выступать в регулярном чемпионате, поэтому, ну, зачем ему идти? А тут он понимает. Ну, всем этим вещам нужна какая-то обертка, а так, ну, слушай, ну, матчи, знаешь, для галочки, если еще в предыдущие те матчи, помнишь, там же они в какой-то рейтинг шли, еще там куда-то. Ну, это вы о сборной, что говорите. Да, о сборной для этой лиги, помнишь, как она там, новую-то придумали, эту херню, в которой мы даже поучаствовать не успели. Лига нации? Ну, и Европы, да, 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 там же тоже какие-то. Нет, мы участвовали, там просто мы недалеко зашли, скажем так, да. Ну, товарищеские матчи, помнишь, они там шли в какой-то зачет, в какой-то рейтинг, тоже было понятно. А сейчас они куда идут? Никуда, просто побегали и разошлись, до свидания, их даже, по-моему, официально, не знаю, их записывают официально или нет, как результаты какого-то FIFA. Ну, вот, поэтому... Слушайте, я вернусь к медиалиге, вот высказался президент Туд Роц, попросил у Дюкова уайлдкарт на РПЛ, что вы об этом думаете? С чего вдруг вайлдкарт? Ну, есть же система попадания, примерно. Ну, со спортивной составляющей, я понимаю. Да, все, до свидания. Со зрительской составляющей, у них болельщиков больше, чем, я думаю, у Хима какие-то торпеды вместе взятых. Слушай, это у них, знаешь, болельщики, во-первых, временные, во-вторых, это болельщики, пока не надо платить деньги. Вот, а потом эти же болельщики, мне кажется, как раз, они, знаешь, так от противного. Это болельщики назло. Болельщики, которые могут ходить без фанайди, это болельщики, которые своими походами на матч этой команды протестуют. Там, знаешь, ну, у нас же все время должен быть протест. Ты что думаешь, когда девочки красятся в черный цвет, там, бьют себе эти клепки на нос, вешают и выглядят как просто черные уебища, они думают, что они красивые? Нет. Они этим выражают свой протест. Они протестуют против чего-то молодости, оно свойственно протестовать. И вот это походы на вот эти команды медиалиги, вообще посещение медиалиги, это некий такой протест. Потому что кто туда ходит? Ну, согласись, что туда ходит в основном молодежь. В основном там от 20 до 15, до 13 лет. Поэтому это, на мой взгляд, это такое временное явление, просто раскачанная эта история с медиалигой. Они там все сидят вот в этих чатиках, в этих там канальчиках, вот этом всем говне там. И просто отсюда такая, знаешь, единая составляющая. Но, на мой взгляд, фундаментального такого какого-то боления у этих команд нет. И все это очень временно и очень, знаешь, как скоропортящийся товар. Завтра прокиснет и до свидания. А то, что никого нельзя допускать вне каких-то регламентов и вне правил, так это вообще однозначно. Уже пошли же эти разговоры, давайте химки оставим, они такие хорошие. Мы же тут, видите, тут у нас флаг российский, тут у нас георгиевская звезда. И вообще, что нас обижать-то, бедолаг? Мы-то, в принципе, хорошие, поэтому надо лигу расширить. То есть, когда Динамо вылетало и пошли такие потуги, какие-то поползновения, все орали, нет, нельзя, все должно быть честно. А тут теперь у нас по-новое. У нас почему-то каждый год кто-то пытается остаться по неспортивным показателям. Нет, здесь-то есть, как бы, некая, на мой взгляд, все-таки разница с тем, что было в прошлом году. Потому что в прошлом году было очень серьезное обстоятельство, когда уехали иностранцев. Да ты что? А что в прошлом году, когда у Ростова угрожало, и когда одни команды ездили, хрен знает как, и у них убежали, почему им тогда не... Там, я, например, понимал Рубин и... Ну, почему в прошлом году Рубину дали вылететь? Они сказали, не надо, давайте в прошлом году. В прошлом году, мне кажется, оснований не вылетать было гораздо больше, чем в этом. В этом-то какие основания не вылетать? Да, в этом году нет... Только то, что мы очень патриотичные, что вы нас выгоняете? Нет какого-то события, которое повлияло на спортивный принцип. В прошлом году, на мой взгляд, оно было. Когда всем разрешили уехать, как бы, и все уехали. Так я говорю, и даже в прошлом году этого не сделали. Причем хорошим командам. И Уфа была хорошая команда, и Рубин была хорошая команда. Я тебе уверяю, они бы сейчас были бы... Очень неплохо смотрелись бы в премьер-лиге. Но это произошло. Поэтому, я думаю, вот эти разговоры надо вообще пресекать на корню. О том, что кто-то по неспортивным показателям может вообще куда-то попасть. Я вернусь, вы сказали по поводу критики сборной. То, что сказал Олег Иванович. Нашей стране нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем. Мы живы, футбол нажив. Те, кто говорят, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз и есть и на агенты. То есть... Расскажешь потом ему, что на агенты это тот, кто получает финансирование из-за рубежа. Это не национал предатель. Видимо, он хотел их так назвать, но слово не подобрал. Или Львов ему не так написал. Я говорю, что тут, знаешь, двойственная ситуация. Мы говорим о том, что такие матчи нужны, мы должны о себе напоминать. Потом выходит сборная, заставить мы их в полную играть не можем. Мы пристраиваемся к командам, которые... Ну, в принципе, мы о них не так много знаем, как команда Иран. Ведь большинство, если ты опросишь, ну, те, кто глубоко в футболе, те знают, что Иран это одна из лучших команд Азии. И что, обыграть Иран, в принципе, ну, практически на их поле не представляется возможным. Это надо показать блестящую игру, чтобы их обыграть. И поэтому у всех такой, знаешь, кислая мина, типа, а чего они там не могут обыграть тех, а чего они не могут обыграть этих. И понимаешь, это выступление сборной, вроде мы всему миру показали, что мы живы, но внутренний негатив, он зашкаливающий. Он выливается, внутренний негатив на игроков, он выливается на главного тренера, он выливается на всех. И, знаешь, они так стоят, я так понимаю, после одного-второго матча думают, ну, я нам все это надо. Денег не платят, толку никакого. И еще, блин, с ног до головы мы ему дадим. Ну, ну, слушай, ну не каждому это нравится. Не каждый может сказать, да пошли вы, отыграл и пошел, забыл. Вот, поэтому, знаешь, я и горюю. Поэтому, видимо, идет все время речь о том, что, ну, а зачем, какая вот, в принципе, в этом отдача. Пока отдача, но только о том, что мы напомнили, ну, думаю, вряд ли кто-то в силу политических событий, войны и всего, думает, что нас нет. Думаю, что вообще Россия куда-то исчезла. Я думаю, что после того, что творится вообще на плацдарме мировом, все очень хорошо помнят, что такая страна есть. И она, в принципе, довольно-таки сильная и точно никуда не денется. Поэтому, если мы говорим о напоминании, ну, так себе, знаешь, аргумент, что мы игрой сборной напомним о себе. Если мы говорим об эффекте, на мой взгляд, мне кажется, пока эффект обратный. Слава богу, что обыграли этот несчастный Ирак, которому, в принципе, могли по первому тайму тоже пристроиться. И только благодаря двум защитникам мы, в принципе, не отыгрывали с 2-0, а дотянули этот матч до первого забитого гола, потом их раскрепостило. А ты же видишь, да, насколько они бедные были все зажаты, что только после первого забитого мяча мы увидели вообще другую сборную, ту, которую Карпин, в принципе, и создавал, ту, которую мы хотели видеть. Ну, до этого, ты же видишь, эти бедные ребята, которые бегали с этими гирями на ногах, боялись ошибиться, и вот разве вместо них всех мудреца писяков там нагрузить их, нате, нате, может, этим он и взбодрил. Но все равно, а давай мы подумаем о том, что вдруг эти два мяча влетели бы, и мы бы не смогли обыграть в Питере Ирак. Ну, ты представляешь, весь этот поток, вот всего, что на них бы обрушилось, вот был бы вопрос, понимаешь, зачем? Из-за чего? Он правильно, Карпина когда спросили, он говорит, а что мы, он говорит, вот вас какой-то корреспондент там умный, говорит, вы не боитесь, что вас уволят? Там после поражения там от кого-то, он говорит, а что изменилось в глобальной расстановке на футбольной доске, мировой там или какой-то от того, что мы выиграли или проиграли? Ну, он же правильные вещи говорит, но вот что поменялось? Мы выиграли, или мы поиграли, что конкретно изменилось, из-за чего надо тренера выгнать? выгнать ну корреспондентам же как-то в голову эти вопросы приходят по поводу возможного уволения до ну за товарищеского матча ну я например не понимаю я бы я бы все-таки попросил потому что первый вопрос по поводу того что не читаете ли вы что и а так это значит тебя еще надо это сам я предупреждал я я слышал это не от не от тебя от другого кого-то напряг объяснили логику почему почему тренера но уже вообще ему задавать вопрос о том чтобы его уволить когда он не проиграл ни одного официального матча и никаким образом по его вине наша сборная не опустилась в рейтинге ниже по его по спортивным результатам понятно что мы там сейчас где-то там самом низу потому что мы просто не участвуем да и мы номера замыкаем мировой рейтинг но это не по вине не карпина не ребят ну так объясними почему надо человеку приходить с претензиями и его вообще ему спрашивать о том они уволят ли вас я могу говорить да вы же задали мне вопрос и в течение я тебе вот широко что ты никуда не вильнул я тебе прямо вот так знаешь флажки расставил на мой взгляд сборная россии в каждом матче должна стремиться играть на победу и и матч осмотреть должно быть интересно история это сборная должна играть на мой взгляд на победу в каждом матче потому что это национальная сборная страны история по поводу того что мы вот там что-то тут отрабатываем насчет и как бы результат не важен мы ни к чему не готовимся отрабатывайте на тренировках если вы вышли в форме национальной сборной отдайте все силы для того чтобы бороться за победу чтобы за вас не было стыдно играли мы в азии на может безобразно потому что мы ничем было не лучше киргизии когда там еле-еле на пердячем паре выиграли там в конце ничем не были лучше узбекистана и таджикистана поэтому мой вопрос ситуации когда если вы будете так играть не считаете ли вы что через пару матчей будет другой тренер он абсолютно логичен нет потому что объясним не объясню чем тренер главный должен мотивировать или скажем так заставлять какими аргументами и чем он должен мотивировать игроков выкладываться в это в этих матчах по полной только для того он должен притискать ребят вы уже выкладывать из по полную а то меня уволят чем какая мотивация у игрока чем ты заставишь человека работать по полной программе человека который понимает что от этой игры не зависит вообще ничего вот вообще ничего начать и матчи просто не проводить если тренер а тогда тебя тогда тебя тогда тебе напихать романцев ты будешь и на агентом если ты не будешь говоришь о том что их надо не проводить скажет про меня романцев я думаю что и вам тоже самое абсолютно в этой ситуации я и мы все понимаем о том что нашу футболе я тебе говорю о том что тренер здесь ни при чем нельзя пихать тренеру да ты можешь пихать всем каждому персонально кто кто-то причем андрей ладок персонально плохо сыграл тому и пихайте так вот игрок сыграл вот напихайте ему полную запас задачей тренера является мотивация футболиста когда есть к чему мотивировать то есть матч сборной сам по себе для футболистов в том числе и некоторые то понимаешь а сборный он не является там если обещал матч сборной сам по себе да твое попадание туда да и то что ты там должен выступить ради страны ради того это этот это мотивирует таких как пеняев и он выходит и он играет и к нему нет претензий а те кто уже 20 лет там или на там 15 10 лет в этой сборной которые уже отыграли и и товарищеский официальный матч и уже и на получали и уже и на выигрывали как ты его будешь мотивировать как да он вообще не хочет и летать эти самые перелеты делать но понимаешь что если он не полетит ему опять напихают полную запасу у понимаешь он вынужден лететь мотивировать можно только тех кто в принципе и пытался выкладываться вот пеняем выкладывался там клебов не знаю там этот еще крашеные в ростове к зенковский это он только в спартаке да я понимаю что да только в спартаке что зенковский крашеный ну ну я говорю выше да я не помню просто большая но вот этих ребят которые только начинают делать первые шаги так он их и мотивировал и они играли и претензий к ним нет а как ему мотивировать тех кто уже там зубры я не понимаю поэтому я просто не говорю о том что я не защищаю сборную я защищаю главного тренера и говорю что претензии не по адресу претензии должны быть игрокам конкретно конкретным персоналем которые провалил игру а не к тому что карпин их них много мотивов он вам блять не психолог он во мне этот кто учится этот мы только который этот инфо цыгане которые рассказывают тебе басни и лекции читают а потом и деньги вымораживают не знаком про инфо цыгана нечем его мотивировать если мы говорим нечем я считаю что если мы говорим о том что тренер не может мотивировать и это вообще не задача давайте искать другого тренера а то чем будет мотивировать я не знаю что карпин великолепный контакт с игроками ты говоришь что он не может мотивировать ты говоришь давай возьмем того кто может мотивировать а эти а чем мотивировать ты возьмешь другого который не сможет мотивировать и вот через две игры чистые и у вас работник пришел и сказал вы знаете я за свое место не держусь до ради бога уволит и уволит Что бы вы мне сказали? Хочешь, иди, хочешь, оставайся. Будешь не нужен, уйдешь. О чем мне ему еще говорить? Ну, то есть, отношение бы к такому работнику у вас не поменялось. А почему он должен меняться? Если человек говорит, слушайте, я не держусь за свое место, я вам полезен, вы меня используете. Захотите убрать, убирайте, у меня проблем в этом плане нет. И у меня здесь все знают, у меня и такое отношение есть. Я всем говорю, кто мне начинает какие-то сказки рассказать, я говорю, слушай, я тут не собираюсь за тебя держаться двумя руками и ногами. Что-то не нравится, вон, до свидания, вон, дверь, рассчитались и разбежались. Это вы говорите, работодатель, а не работник он такой говорит. И работник он говорит тоже. Что Карпин, он говорит, я вам не нравлюсь, убирайте, я не умру. Он-то сказал не так, как вы все преподносите. Вы все это кто? Ну, ты, министр спорта и остальные, кто, я не знаю. Через запятую уже я, министр спорта, как бы. Ну, я бы тебя на первое место поставил, но хорошо, извини, что я сделал не так. Человек говорит, слушайте, я самодостаточный, у меня все нормально. Если вы считаете, что я вам не подхожу, я готов уйти. Скажите мне, что я вам не подхожу, я пошел. Что в этом неправильно, что в этом не задевает ваша нутров, что? Ну, объясни мне, что он говорит, ну, я пойду, у меня есть работа в Ростове. Если мне там скажут, ты не годишься, я и оттуда уйду, я не буду, как предыдущий, цепляться всеми ногтями, когтями, зубами, всем, чем можно, и орать, оставьте меня, я очень хороший. Потому что слова материальные, это переносится на игру и на футболистов. Что? Слова материальные, это переносится на игру и на футболистов. Если тренер говорит, да ради бога, я играю в футбол. Ну, это не его проблема, что мы не играем в ответственные матчи, не его проблема. Значит, соберись и сделай так, чтобы у тебя футболисты здесь играли в полную силу. Да никто так не сделает. Что значит никто не сделает? Да никто. Что значит никто? Да вот так никто. Что значит никто? Ну, кто, по твоему мнению? Я не знаю, значит надо на левую надо искать. Что значит никто? Мне нравится такой подход. Скажи, найди кого-то, кто заставил их играть. Мне не нравится такой подход. Сам по себе мне не нравится подход. я там держусь если что я пошел нормально абсолютно нормальный подход чем нормальный тем что человек говорит я вам не подхожу берите другого я не буду сопротивляться я не буду требовать неустойка еще чего-то не гожусь есть у вас кто-то кто может мотивировать играть без вообще играть без результатной матче который но не дают никакого результата ну пожалуйста ищите но даже ты не можешь никого сказать даже стали тогда и вы я чему представить зубнин который говорит ну только зубнин как бы как мнения не забываю другая ситуация зубнин лукавит он не хочет ехать игрок за сборной когда его зовут а это другое понимаешь играть за страну то есть ехать играть и давать качество это разные вещи когда он год я вообще не хочу ехать за эту сборную играть это другое это вообще разговора это значит ему в принципе насрать на национальную команду а ты под меня а вот если он едет и валяет дурака но это вопрос том что ты ему говорят что да он за национальную команду едет играть но не выкладывается по полной потому что там у него есть куча объяснений почему он это делает и в принципе наверное эту кучу объяснений мы вправе услышать я не хочу получить травму я не вижу за что мы играем у меня нет конкретного результата от этой игры что мы хотим достичь поэтому я не могу себя настроить и вот так вот по списку они могут тебе гореть и тебе на это нечего им вообще сказать вот абсолютно ничего я правильно понимаю что вы не считаете что заявление карпина расхолаживать команду и рак салют на и является вот одним из одной из причин того как сборная играет вообще вот не вижу связи вот вообще вот вот абсолютно радикально противоположен твоему мнению понятно история вы как вы поняли заявление министра спорта который в день вот в день матча решил пнуть главного тренера слушаем ну я уже давно горюшую это довольно лично для меня это очень странный министр спорта я тут давеча когда начал разглагольствовать про то как кто должен относиться и наш этот бить себя вы патриотически в грудь и рассказывать как надо себя вести я тут заглянул я же хотел понять видимо что то сделал такое глобально мощное для российского спорта о чем мы все должны знать потому что до того как этот человек стал министром спорта я на прям вообще не знал о его существовании думаю что большинство граждан страны тоже только наверно какой-то узкий круг к этих настольников может быть даже знали что такое есть настольный но настольный теннис до нас там потом я тебя уверяют даже сейчас если мы например где-то закажем ну не то что рейтинг ну кто для вас более авторитетны да или на чьей стороне правда ты проведешь опрос мотыцына или карпина но думаю что мотыцын даже за 10 процентов не выйдет вот потом когда человек чьи заслуги в профессиональном спорте вообще практически сродни нулю а становится заслуженным мастером спорта выиграв его команда выиграла две всесоюзные универсиады и первенство РСФСР мне интересно и он стал заслуженным тренером россии а за что тогда какого тренера россии дают когда люди выигрывают их команды чемпионаты мира чемпионаты европы какие тогда должны быть заслуженные тренера то есть что это должен быть тренер то есть ты выигрываешь какую-то все союзную универсиаду спорта киаду и выигрываешь первенство РСФСР и вот ты заслуженный тренер а что это же я так понимаю что эти соревнования но это даже не первого не второго это на пятого там шестого ранга или где-то ниже люди которые выигрывают соревнования выше они тогда кто или может быть звание заслуженный тренер досталось как-то в стиле 90-х когда она и досталась особенно когда еще почитал что это человек еще каким-то образом там с черкизоном пересекался но тут вообще мне кажется вот ему то точно рассуждать в общественное пространство про этот самый про патриотизм и прочие вещи но наверное не надо ну и вообще я говорю что хорошо рассуждать тому кто хоть что-то сделал или при ком-то хоть что-то произошло положительное при нем пока мы играем без флага мы играем без гимна мы вообще практически нигде не играем а то где мы появляемся это только заслуги там каких-то местных федераций договоренности например теннис думаю заслуги в том что мы играем в теннис его нет никаких а кто должен что должен быть сделать министр спорта министр спорта должен сейчас быть подождать нашими сервера играем вы как нашими иностранных дел он должен быть максимальным дипломатом вот как лавров работает в мировом пространстве до доказывая нашу правоту и везде лоббируя наши интересы так и министр спорта должен мотаться как в жопу ужаленный по всему миру со всеми договариваться и поражать эти санкции и ослаблять их давление на наш спорт что какие успехи у этого министра спорта нынешнего что он сделал вообще для нашего спорта такого значимого о чем можно говорить ничего ну тогда наверное не надо главному тренеру у которого заслуг в спортивном плане и в тренерском гораздо больше чем у него чего-то там рассказывать моё лично вы не считаете что вот эта вся история когда стали высказываться депутаты министр спорта и критика ну она такая запредельная мне кажется у этой критики есть своя выстроенная некая направленность от того что первый в эту по этому поводу начал вякать этот созин по моему лучший друг черчесова вот он же поднял эту волну по поводу слов карпина за ним там присоединилась еще там это бригада всех которые закольцевали свои эти высказывания этим мотыцыным ну мне так это видится что может быть такая на и жалкая потуга вернуть черчесова в кресло главного тренера что он вроде как наш это яркий дракон который всех кнутом заставит бегать и играть потому что либеральный вот валера не может а вот станислав жесткий кулак сейчас он их там всех как это знаешь денисова в раздевалке побьет и забьет усами заколит прокричит и все они там будут у него как по струнке ходить но я и такой вектор вижу причем я не исключаю его но тогда получается что каждый следующий матч он может привести как бы к серьезным последствиям для тренера вот в том числе из-за вот эти высказывания или карпин здесь как бы должен гнуть свою линию просто если мы говорим о том что он не может их заставить то есть ты понимаешь что тупик тогда получается что только ведь что-то произошло там во втором тайме этого матча быть может как-то удалось до футболистов донести или футболисты сами что если они будут сейчас играть им пиздец я думаю что может быть но во первых на сегодняшний день никто кого я спрашиваю не может дать в разумительный ответ кто сегодня вместо карпина может возглавить сборную это раз а во вторых я думаю что человек убравший карпина ну обретет себе массу проблем потому что не факт то что сменщик а сможет выигрывать вообще эти матчи товарищеские что он там где-то не пристроиться еще круче чем наша сборная это что он я так понимаю если кого-то хотят запихнуть вместо карпина то предполагается что он дальше будет феерически выигрывать официальный матч если таковые будут а если не будут кто за это будет отвечать пока что у нас нет в принципе за что спрашивать человека кроме того что нам видите любят не нравится игра да она безобразно да она нам не нравится но у хотя бы у этой безобразной игры есть объяснение потому что это все неофициально и никому не нужное а когда не будет игры с другим тренером в официальных матчах кто понесет персональную ответственность у нас кто-нибудь в футболе за что-нибудь нес персональную ответственность конечно за какие-то ошибки ну-ка расскажи кто за что но уволил сам себя фурсенко он сказал что он не справился он честь умеет и ушел вячеслава выгнали как бы за 1 7 от этой сану давай говорим мои честные вячеслава раньше не из-за этого менялась команда в стране на питерскую жарванча подвинули из-за того что везде должны были быть люди одной одной группы но я думаю что за 1 7 можно выгнать тренера но ни в коем случае нельзя выгонять руководителя федерации которые впоследствии доказал абсолютно свой профессионализм и абсолютную пригодность если бы он был до сих пор то может быть у нас была бы ситуация как с теннисом вполне возможно что может быть мы даже где-то и играли я считаю что вот за вот за прошедшие после него вот эти все руководители все равно по своему профессионализму ему уступают ну вот у меня такое мнение именно профессионализму футбольному то есть в плане руководства футбола не вообще всеми там нашими министерствами нефтяными компаниями а именно по части футболу как нас судили ну вспомните как нас судили ну какой у нас чемпионат стал вспомните на каких полях мы играли на каких стадионахная суши мышка там хороший давай мы не будем давай мы не будем уже далее давай мы не будем отдалять ту ситуацию sexual был позор давай мы не будем отделять эту ситуацию от ситуации вострова вообще не вышли серьёз давай не будем отделяем он удивил в четвертом году андрей владимирович 5 европы вячеслава началь pueda отношения к нему хорошо относятся на это промышлей перспектив я не вижу у нас в балист там было разговор о том что футболистов干риест1 еще что-то, еще что-то. В четвертом году было сказано. А в 2008 мы были в полуфинале чемпионата Европы. Правильно. Потому что пришел Виталий Леонтьевич с огромным финансовым и властным ресурсом. У Колоскова не было такой связи с властью, как было у Виталия Леонтьевича. Виталий Леонтьевич надо отдать ему должное. Он приволок в эту сборную вообще в российский футбол и деньги, и структурно был профессиональщик. Но он еще был отвлечен на другое. Он еще был при этом министр спорта. Он при этом еще потом стал в стране. То есть нет. Я тебе говорю о том, что именно вот как исключительно в футбольном плане Колосков был мегапрофессионален. И он знал и до сих пор его высказания, которые он делает, они прямо в точку бьют. Я тебе говорю о другом, что нынешний, я тебе не хочу сказать, что другие последующие были плохие, но они все время были на что-то отвлечены. Ты понимаешь? Они все время с чем-то еще совмещали вот эту футбольную деятельность, и они все время на что-то отвлекают. Я просто вернусь. Форсинга еще командовал, если ты вспомнишь этим, как это, холдингом, этим медиа или чем там еще. Дюков командует нефтяной компанией огромной. У Мутко еще было министерство спорта. И еще потом... У Мутко министерство спорта было с 2008-го. Ну... То есть три года он работал только в РФС. Каждый день... Каждый день ходил на рабочее место. Это было не полное погружение, как у Коваскова. Понимаешь? Я просто вернусь как бы к Карпину. Вот вы про Черчесова сказали. Вот где как бы здесь золотая середина. Между тем, когда Карпин говорит о том, за место не держусь, да ради бога, как бы это самое... И у Черчесова за место цепляясь, никому не отдам. И Черчесова, который говорит о том, что это государственная должность, я там чуть ли не чиновник, я полевой командир. И я понимаю, что вот это мнение о том, что он там государственный человек, оно ведь появилось не просто так, не он сам себе придумал. Оно появилось в том числе и разговоров там допустим с высокими чинами государства, где он понял, что если с ним так разговаривают, то его рассматривают как государственный человек. Ну значит они это так видят. Получается он там говорил, я сам себя уволить не могу. А мы это видим по-другому. Ну вот и все. Они ID видят вот так, а мы их видим по-другому. Они какие-то вещи видят вот так, а мы видим по-другому а мы видим земли вот чем наша разница мы видим земли мы земные они небесные они оттуда взирают понимаешь вот в этом и разница оценки слов подходов и идей ну то есть где как бы золотая середина я просто пытаюсь понять ну то есть вот слушать для каждого человека для каждого чиновника индивидуума золотой середины нет просто здесь вопрос кому ближе чья позиция мне например ближе позиция карпина тебе видимо ближе позиция черчесова ну тут опять знаешь на вкус и цвет товарища нет я считаю что человеку причем карпин не сказал что идите нахер хочу работать очень не работаю он сказал же я не держусь не цепляюсь за место и не надо мне там все время пихать что вот так мы сыграли мы тебя уволим но хотите увольнять увольняйте я считаю что я он горит я работая перевожу уже на русский человеческий язык я работаю честно я работе отдаюсь игроки но вот играют так как могут понимаешь и он и самое главное он не говорит как предыдущий вы мне только скажите что делать я там под вашу дудку буду плясать брать кого угодно и хотите я даже буду бить в раздевалке и они будут прямо вылетать вот с такими глазами ничего что будут по пять по шесть получать ничего что мы там будем выглядеть как эти неизвестно кто но настрой у нас туда будет запредельная ну смотрите просто вы же сказали что чья позиция там не ближе на ваш брат мне позиция одинаково не близка что карпин а что черчесова есть то что главный тренер не должен говорить таких слов что если что я готов там да хотите увольняйте то там мы ни за что него не мы сейчас ни за что там не боремся или там никуда не отбираемся прочее просто приводит к снижению уровня и интересно люди люди добрые ни в коем случае не бросайте меня в терновый куст делайте что хотите я тут буду умирать он должен прямо вы проронить слезинку и сказать что я так ценю спасибо что дали спасибо что доверили так он должен был выступить нет на что вы от него каких-то слов от него ждал зачем вы вообще провоцируете на эти разговоры ну зачем зачем вы вот из него вытаскиваете слова которые потом начинаете вот так вот переживать можно нет задавать вопросы те которые я хочу конечно но при этом ты мне скажи я же всем их задаю и когда задаешь вопрос да ты тогда хочешь услышать какой-то ответ дороже тот который у тебя устроит вот этот тебе ответ не устроил значит какой бы тебе ответ тогда устрою не я просто хочу услышать ответ а потом у меня ну как вопрос я хочу ответ вот зачтеба не устроил то есть поэтому или вы по любому бы поводу его с говном смешали чтобы он не ответил с говном не не собирается смешивать. Ну как, так и получается сейчас, что он ответил, он вам сказал честно то, что он думает, вас это не устраивает. Я хочу понять, а что устроит? А какой ответ устроил бы? Для меня человек, главный тренер, который обладает наивысшими, ну то есть это главный тренер главной команды страны. Человек, обладающий наивысшими компетенциями в российском футболе по управлению командой. Что он должен быть? Когда я слышу там, в том числе и от вас, что тут от него ничего не зависит, потому что у них мотивации нет, и когда я от него слышал, мы ни за что не боремся, значит, хотите увольняйте, у меня возникает некая растерянность, потому что у меня появляются сомнения в компетенции этого специалиста. Хорошо. Это понятно, это понятно. Понимаете? Это понятно, Сережа, я понимаю, что он должен был сказать, чтобы у тебя не было сомнений. Я просто хочу понять, что должен сказать был Карпин, чтобы у тебя не было сомнений, чтобы у Матыцына не было сомнений, и у всех этих остальных, кому не понравились эти слова, чтобы у тебя не было сомнений в этом тренере. Чтобы сказать, да, красавчик, надо с ним двигаться дальше. Я вам хочу сказать, если бы игра команды была хороша, если бы я видел, что каждый футболист отдает все свои силы, и мне не скучно ходить на этот матч, мне интересно, то этого бы вопроса не появилось. Он же не так просто появился. Ты увиливаешь? Нет. Да, ты увиливаешь, ты пытаешься, но... Я исходил из того, что я говорю, еще несколько таких матчей. Я-то опытный собеседник, у меня-то ты не соскочишь от ответа. Я тебя спрашиваю, какие слова ты хотел бы от него услышать? А я вам говорю, что... Давай так, включим тебя в группу. Какие слова вы бы, ты и Матыцын хотели бы от него услышать? Какую группу? Ну, у вас группа представителей, которые мне понравились. Я попрошу, я попрошу. Ты и Матыцын, видишь, я уже правильно вас вставил. Я попрошу, ни в какую группу меня не включать. Хорошо, как нейросеть, да, с приложенными? Нейросеть не несет ответственность за эти слова. Так и есть, хорошо. Вы меня туда не впутывали. Какие бы хотел услышать от Карпина слова в ответ на свой вопрос провокационный? Он абсолютно нормальный вопрос. Я вернусь к тому, вы можете меня как угодно увиливать и прочее. Я настаиваю на том, что если бы наша сборная играла хорошо... Давай вернемся на то, что наша сборная играла плохо. Ты задал вопрос, не боитесь ли вы, что вас уволят? Этого бы вопроса не было бы. Ты его уже задал. Ты уже задал этот вопрос. Сборная играла херово. Ты этот вопрос задал. Надеясь услышать какой-то ответ. Ответ Карпина тебя обескуражил, и ты был им возмущен. Но когда люди задают вопрос какой-то, они хотят услышать то, что ложится в их восприятие мира. Так я тебя и спрашиваю, в твоем восприятии мира, что должен был сказать Карпин, ответить тебе, чтобы тебе ты сказал, да, красавчик, я так и думал, так же, как и он. Мы попытаемся исправить ситуацию. Мы попытаемся играть лучше. Если вы хотите, чтобы я на этот вопрос отвечал, я не обладаю компетенцией главного тренера, его заработной платой и его опытом. Да? Но я попытаюсь ответить на вопрос. Мы попытаемся исправить ситуацию, чтобы не разочаровать наших болельщиков, отдать все силы, чтобы вам было интересно смотреть, а мы будем играть на победу. Постараемся. Вопрос звучал не про то, что вы попытаетесь сделать. Не боитесь ли вы, что вас после такого результата уволят? Так стоял вопрос? Вопрос стоял так, не считаете ли вы, что, ну хорошо, может быть... Нет, он именно так ставил, не боитесь ли вы, что вас уволят? Нет ли у вас опасений, что есть ли еще две игры таких, и к следующим матчам будет готовить новый главный тренер? Ну, так и что на это надо ответить? Опасений нет, в том числе и потому, что я уверен в своей команде, мы попытаемся отдать все силы и попытаемся в этом матче победить, чтобы не разочаровать наших болельщиков. То есть надо брать, надо говорить не то, что ты думаешь, а просто вот этот чиновничий пиздеж произносить, да? Ты думаешь по-другому, но ты должен напиздить так, чтобы ты был всем приятен, и по чиновниче... Если у нас пошла в таком формате беседа про выражение пиздеж... Нет, ну согласись, что ты сейчас сказал, обыкновенные чиновничьи фразы. Нет. Чиновничьи фразы. Главный тренер. Мы постараемся, мы приложим все усилия, мы делаем все возможное, но это просто, ты понимаешь, это просто зазубренные фразы, которые произносят все. Нет, главный тренер должен внушать уверенность в свою команду. Хорошо. И внушать уверенность в своих болельщиков. Мы не найдем здесь с тобой ни консенсуса, ни точек соприкосновения. У нас с тобой по этому поводу разный взгляд. Хорошо. Как мне нравится, когда мы итоги подводим, так вы знаете. Ну а что, если мы все равно можем продолжить наши обладания еще два часа, но и мы все равно не придем к единому знаменателю. Опять вернусь, то есть очень много негатива, и он не на пустом месте. На мой взгляд, это такой собирательный какой-то эффект, потому что играли в Азии плохо. Просто, а слова по поводу того, что я не держусь за место, мы ни к чему не готовимся, это еще следствие того, что ИРФС в том числе не может определиться, а что такое сейчас сборная. Конечно, проблема Валеры в том, что он слишком прямой. И куда мы идем? Слушай, он слишком прямой, и он не участвует в этой языковой эквилибристике чиновничьей и говорит то, что думает. Кто слишком прямой? Валера, ты понимаешь, вот и все, ну я, например, согласен с тем, что он говорит абсолютно правильно, мы ни в чем не участвуем, у нас нет мотивации, поэтому максимально сложно заставить игроков играть. А дальше должна быть. Если вы считаете, что из-за того, что я не могу заставить играть тех, кто не хотят, я не достоин того, чтобы я был главным трейдером, ну увольте меня, я за это не держусь. Ну я бы на его месте сказал то же самое. Ну то же самое, людей я бить не буду, по-другому они играть не хотят. Если ты не можешь это сделать, спасибо, я пошел. Ну что значит, спасибо, я пошел. А вы меня как бы вот увольте. Ну вы увольте. Тогда вам же не нравится. Чего я должен уходить? Я вам не нравлюсь, но вы меня увольте. Вы меня взяли, вы меня увольте. Понятно. То есть... Давай, продолжай. Ну вам... Вы можете объяснить перемены, которые произошли во втором тайме? Да они бедные, вами, журналистами и прочими деятелями, заканчивая министра спорта, задушиваясь. Они это кто? Футболисты, запрессованные, уже бедные, блин, не знают, что им там делать. Они же трясущимися ногами, этот бедный Писиков уже там несется куда-то, выбивает, привозит себе. Ты посмотри, насколько все поменялось, когда они забили гол. Я когда посмотрел, думаю, о, сейчас их должно отпустить. Мне так показалось. Я еще сыну говорю, смотри, сейчас их должно отпустить. И о, боже, а их реально отпустило. Их отпустило, они забили гол, они почувствовали свою уверенность в себе. Они почувствовали еще там уверенность в судье, потому что гол так это, знаешь, на тоненького был забит. И все. Это очень хорошо почувствовали уверенность в судье. И ты видишь, и все поменялось. И вот мы уже видели остаток матча, ту сборную, которую мечтали видеть. Ну так может быть вы не туда адресовали свои стрелы гнева. Может быть они должны быть в вашу сторону повернуты. Может вы заебали просто. Уже вот этих бедных футболистов, тренеров и всех, что они уже выходят, как знаешь, с гирями на ногах. Я бы призвал вас к держимости. А я говорю то, что думаю. И после того, как вот эти все шоры, все вот этот гнет ваш был сметен, этим мячом людей отпустило, и они начали нормально играть. Принимается. И они после этого показали очень хороший футбол. Во всем виновата журналисты. Это я уже понял. Есть ли какие-то другие причины? Мастерство. Есть ли какие-то другие причины того, почему она играет плохо? Мастерство и задор. Кроме вас и отсутствие ответственности за результат никаких причин. То есть виновата журналисты, а еще мастерства нет ни у меня. Есть, есть. Мастерство-то потом проявилось, когда эта самая зашоренность и скованность ушла. Зашоренность и скованность. А до этого все читали, наверное, в перерыве они пришли, и Карпин пришел, так сказал, ребята, вам пиздец от журналистов будет. Вы хотите или нет? Я-то не скучаю, что и сказал. А еще он написал крупно, нам нужна победа, иначе нам пиздец. Возможно. Вот исходя из вашей логики. Скорее всего. То есть бедные несчастные футболисты, которые начитали журналистов, и они так расстроились от того, что вот как бы их не любят. Вот, если они вообще прочитали, это тоже вопрос такой. Процесс не самый легкий. До чего мы дошли? До чего я дошел? До чего мы дошли? Что мы реально считаем, что во всем виноваты журналисты. Нет, я не говорю, что вы виноваты, но вы не добавляете команде ни куража, ни расслабленности, не добавляете ни настроения. И так им приходится, я тебе говорю, играть в матчи, непонятно нахера, лететь непонятно куда, непонятно зачем. И нет стимула играть. Еще и вы тут им это прибиваете. Да вы еще такие, вы еще сякие. Вы вообще там ни хрена не можете даже этих тарукменов или кого там этих таджиков обыграть. И туда, и туда. Напихали полную кошелку. Действительно не могут. Я говорю, напихали полную кошелку. Он выходит, думает, да нахер мне все это вообще надо. Я сейчас верну себе в клуб, буду получать шикарную зарплату, буду ходить там в Москве или где-то. И все у меня нормально. Вот мне вот эти, знаешь, и большинству из них вот так вот эти выезды. Я не знаю, им вообще за это платят или нет. Ну суточные, наверное, платят. Ну суточные. Ну сравни их суточными с их контрактами. Поэтому я тебе говорю, ну блин. Ну я считаю, основное это отсутствие мотивации. Так когда мы просто приходим к выводу, что Роман Зогнин, он просто поступил и сказал, ну ваше сборное, я туда не поеду. Я прибаливаю. Я тебе говорю. А в «Партаке» я буду играть 90 минут. Он поступил как не патриот, как человек, который не патриотичный. Человек, которого даже не хватает ума, хотя бы, если не быть патриотом, ну хотя бы казаться патриотом. Он мог туда поехать и сказать, шепнуть Карпину, слушай, можно я не буду играть, у меня там потянуто это или выйти. И как остальные валять дурака. Но говорить, я не буду за эту сборную играть. Ну слушай, я считаю, что вообще, как только человек сказал, я не буду в сборную играть, сразу повестку и учиться патриотизму на юго-западном направлении. Исходя из этого, вы не считаете, что у Карпина теперь нет права на ошибку? Права на ошибку нет у того, кто может что-то потерять. Что может потерять Карпин? Статус. Какой? Главного тренера в сборной страны. И что? Что значит, что? Ну потерял, дальше что? Статус это многое значит. Я думаю, не настолько он для него, ну не настолько он важен. Статус, понимаешь, тебе важен, когда ты практически никто или когда ты без дела. И вот тебе нужен статус. Практически никого не назначают главным тренером сборной. А? Вы же понимаете. Практически никого не назначают главным тренером сборной. А как происходит этот вопрос? Человека, который годится в главной тренере сборной, а соответствует определенным критериям, у которого есть науки и опыт. Я же тебе говорю, я тебе еще раз говорю, ну вот что принципиально в жизни Карпина изменится в покинен этот пост? Ну, наверное, какой-то, я не знаю, сколько у него там контракт, почему они там договорились, но, наверное, в финансовом плане будет получать меньше. Но зато у него будет больше времени проводить с семьей, у него больше времени останется на Ростов. Вы не считаете, что вот эта должность Карпина, это наивысшую точку его карьера? Очень сложно. Которую он долго шел. Сереж, очень сложно рассуждать про наивысшую точку в карьере, особенно тренерской. Потому что, на мой взгляд, любая карьера спортсмена, любая карьера тренера, она должна выражаться в двух вещах. Это завоеванные трофеи и это заработанные деньги. К сожалению, мы сейчас живем в таком мире, что деньги это тоже очень важный фактор. Давай будем честны, что Карпин, как тренер сборной, из трофеев может с ней завоевать? Что Карпин до сборной России, какие трофеи он завоевал? Нет, я тебе говорю, что он может завоевать? Гипотетически, разве что там может? Какие трофеи Карпин завоевал до сборной? Еще раз. Разве что там? Андрей Владимирович, какие трофеи Карпин завоевал до сборной? Подожди, не перескакивай, мы к этому и придем. Ну просто, я же учусь. Я сказал бы свою любимую пословицу, кто с половником бежит и что хорошо жрать, когда кто-то первый с половником бежит. Я просто, это из-за полицейской срублевки. Не знаю, нет, это просто давняя жизнь. Ну скажите, да. С тобой хорошо жрать, ты первый с половником бежишь. Быстро ехал, жопустер. Да, нет. Смотри, гипотетически, как тренер сборной, он может завоевать какой-то трофей? Не может. Ну мы реалисты, да? Но выстрел в этот бронзовую медаль чемпионата Европы, это наверное был максимум, потому что у нас вообще была шикарная команда. Это было офигенно. Да, сейчас такой команды нет. Потенциально мы ничего не можем. Я бы говорил о том, что он может добиться определенного результата. Нет, высокого. Я говорю про трофеи. Которому его запомнят в истории. Слушай, мы говорим про трофеи. Я считаю, что запоминать нужно только про трофеи, а не выход в одну четвертую, там выход куда-то в полуфинал. Это все херня. Есть вот трофеи, вот у тебя висит бронзовая медаль, вот у тебя есть она, вот ты бронзовый призер. Вот у тебя и висит золотая медаль, ты чемпион. У тебя есть обладатель кубка, ты обладатель кубка. Соответственно, да, ты правильно смотришь. Соответственно, ты, он как тренер сборной этих трофеев добиться не может. Значит, там есть одна финансовая составляющая. Финансы, да, наверное, хороши. Скорее всего, даже, я не знаю его контракта, но скорее всего, даже больше, чем в Ростове. Но, возвращаясь в Ростов, на сегодняшний день он идет на втором месте. Не исключено, что Ростов сможет продержаться. В Ростове есть перспектива, я не помню, там выигрывал он кубок с Ростовом или нет, Карпин. Нет, кубок выигрывал другой. Он не выигрывал кубок с Ростовом. Но в какой-то короткий промежуток, потому что то, что он тренер сборной, уже подтвердило его высокое качество тренера. И сейчас, будучи в Ростове, он и сейчас может претендовать на какой-то трофей, а это деньги плюс трофей, то есть из чего складывается тренерская успешность. И, скорее всего, все равно в какой-то момент он окажется в топовом российском клубе, где он, скорее всего, и еще выиграет какие-то трофеи вне сборной. Соответственно, мы приходим к чему? К тому, что карьера в сборной не настолько значима для него, сколько, скорее всего, является утягощением его жизненного пути. То есть сегодня он в двух ипостасях гораздо больше тратит энергоресурсов, вообще вот головных, ну всего его много больше тратит. При этом сейчас подвергаясь обструкции. Но это пока еще позволяет возраст. Журналистов. Скоро. Журналистов обструкции. Да, затравливайте бедного парня. Ну вам славу не спешит, Господи, Андрей Владимирович. Поэтому я тебе говорю, что, в принципе, расставшись со сборной, он, по большому счету, ничего не потеряет, кроме на каком-то небольшом отрезке финансов. Потому что все равно все его, как тренера заслуги, это будут в клубном футболе. Понимаешь? Поэтому я тебе говорю, что, ну, немножечко, вот эти вот, весь этот поток, ну, вот он не справедлив. Как бы вы назвали критиков в сборной? То есть вот Олег Иванович определился с иноагентами. А как бы вы назвали вот журналистов, которые позволяют себе, суки такие, критиковать сборную России? Как мы их назовем? Переборщики. И перебирают, и перебирают. Господи. Жалко, что половина людей не увидит этот выпуск целиком. Только за деньги. Такой хороший получился у нас сегодня. А ты опять будешь брыжить на мне. Я понял про историю, как бы, сборной. Но я уже к чемпионату России вернусь. Вот эта встреча, которая была судьей с Спартаком. Потом к Спартаку приехал Александр Дюков по поводу женского футбола. Как бы, что у Спартака нет женской команды. У вас нет ощущения, что это как бы вот так в сторону одной команды? Есть. Я считаю это абсолютно несправедливо. Я считаю, что такие встречи должны быть только совместные со всеми командами. Или, по крайней мере, должно быть приглашение всех команд. Хотите с судьями встречаться? Заказывайте актовый зал. Приглашайте. Либо вообще всех участников чемпионата, кто пожелает. Либо представителей команд. А такой выборочный подход только порождает домыслы и порождает претензии. То есть, это говорит о том, раз с ними встречаются персонально, значит, их как-то по-особому и судят персонально. Значит, к ним персональные отношения, то есть, не такое, как ко всем. А это уже несправедливость. Все должны быть равноудалены от судейского корпуса. А получается, некоторые команды у нас как-то чуть-чуть поближе. Но я просто, вы понимаете, саму практику, когда приезжают судьи, разговаривают с клубом, что-то вот. Не понимаю. Я просто, ну, я не знаю, существует ли УЕФА. У УЕФА такая практика, когда приезжают и начинают. Я говорю, не хочу никого убить, но, знаешь, как у нас это раньше говорили в школе, это для особо одаренных. Может, до кого-то просто не доходит и приезжают прямо вот разжевать какие-то ситуации. Я не знаю. Может быть, на суде и так в эмоциональном плане взмахи руками Соболева действует, что они хотят ему объяснить. Не знаю. Ну, я считаю, это неправильным. Абсолютно неправильным. Как вам теория заговора агента Селюкак, который сказал, что вот много спартаковцев, потому что там Карпин, блядь, рассчитывает на то, что уберут Абаскаля и придет Спартак Карпин. Вообще, а такое же большое количество ростовчан, потому что Карпин рассчитывает, что Абаскаля не уберут, и он все-таки останется в Ростове? Нет, а по ростовчанам теория у Леонида Федунак, который говорит о том, что он как бы тащит своих, посмотрите, у них там много брака, не должны симпатии распространяться на национальную команду. Я тебе могу так сказать по поводу этих двоих. Весна. Весна в разгаре. Ну, то есть, вы считаете, что это не совсем адекватное заявление? Совсем неадекватное. Ты понимаешь, сейчас благостное время, я говорю, для того, чтобы пробовать всех, для того, чтобы давать шанс ребятам молодым, тому же Пеняеву, тому же... Господи, ну скажи мне сейчас этот Ле... Кто? Ле... Откуда? Крашен этот из Спартака. Нет, Зиньковский. Зиньковский. Ну, подожди, между ними разница 10 лет. Зиньковскому уже все-таки... Ну, он же сборной не был. Ну, да. Поэтому я говорю, что сейчас хороший момент, посмотреть всех ребят, вообще, кого можно. Посмотреть, кто может сейчас, в нынешнем моменте играть, да? Посмотреть, кто может на перспективу. Кому-то дать, как тебе сказать, почувствовать вкус крови, как Пеняеву, понимаешь, забить даже за сборную. Понимаешь, то есть, показать, что его место здесь есть, что ты можешь к этому стремиться. Я считаю, что требовать какого-то результата не надо, но можно ждать и конкретно от разных игроков какой-то конкретно хорошей игры. Вот, поэтому, слушай, обилие игроков «Спартака», но надо всех посмотреть. Я, например, со многими приглашениями не согласен. Ну, Карпину, например. Ну, вот Хлусевич, я не понимаю, что он туда приехал. Он в «Спартаке» не играет. Он играет, он великолепен. Где? Когда он был? На фланге обороны. Последние два матча? Это когда они там пристроились? Что-то я не припомню его там. По-моему, последние два матча ты путаешь. По-моему, он не играл. Маслов играл. Этот был. Кучеряшка. Был. Ну, этот. А, ну, да. Джейки. Товарыш. Товарыш, да. Я говорю, что некоторые, да, не такие как-то спорные, но с другой стороны, ну а как Соболева не брать? В принципе, как нападающий-то он хорош. Может быть и там его как раз Карпин и отучат разговаривать с судьями. Ну и других ребят. Я считаю, надо смотреть всех. Вот, потом опять же... Не, все нормально, Андрей Лайч, он играл и в последних двух. Да, но мне что-то, значит, так играл, что вообще не было видно. Он играл в Оренбурге. Посмотреть, насколько игроки региональных команд могут иметь взаимосвязь с игроками столичных команд. Насколько вот у них есть разница, да. Посмотреть того же, нет Джики, на фоне отсутствия Джики, а можно ли на Осипенко на одного полагаться. Понимаешь, можно ли там каких-то еще ребят, насколько они в сборной хороши. Ну, вот, например, тот же, по-моему, Сирьянов. Сирьянов. Сирьянов, да. Ну, мне как-то не очень, например. Ну, то есть, есть какие-то моменты, но я так понимаю, просто он смотрит. Он смотрит, как они взаимодействуют с другими игроками. И поэтому, ну, я не знаю, я бы вот, тем более, ты понимаешь, эти все вещи, например, что берет там с какой-то умыслом игроков, это когда есть рынок, да, трансферный. И когда для того, чтобы продать кого-то за границу, надо было обязательно, чтобы он играл за сборную. Но сейчас-то у нас никаких продаж за границу нет, от слова совсем. Поэтому важность появления сборной тоже нет никакой для стоимости игрока, да, для стоимости его трансфера. Поэтому все это, ну, сказки людей с больным воображением. Видели, слышали запись разговора Гогниева с футболистами? Да. Но у вас нет ощущения, что вот этот поток негатива, у меня впечатление, что это, хорошо, может быть, я вот тут на вашу сторону, когда вы обвините журналистов, переборщики. Значит, но здесь у меня ощущение, что это, как бы, ребята, которых, я не знаю, убрали, я не знаю, управленцы, еще что-то, это вот они туда, как бы, заносят уголек. Нет? Или это Гогниев просто переборщивает, когда такие разговоры? Может быть, причем там столько поменялось персонажей в этих химках за последние два года, что там даже непонятно, откуда может поганка лететь и кто ее может туда запихивать. То, что это может происходить, вполне допускаю. Но при этом, я считаю, ну, это совершенно обескураживающая кандидатура. Я спрашивал, ребят, как он вообще там появился, Гогниев, на тренерском мостике. Я слышал, конечно, объяснение, но тоже еще те. Поэтому, мне кажется, они просто не угадали с тренером. И, честно говоря, не знаю, что там такого Юран сделал и из-за чего его убрали, но результаты Юрана были гораздо лучше. Да, Серега, он очень непростой парень, с ним иногда бывает тяжело, особенно, когда начинается успех, Серегу, по принципу, понесли ботинки Митю. Но на то и профессионализм руководителей, для того, чтобы как раз в этот момент устаканить и направить его, эту бурную энергию, в правильное русло, в рабочее русло. Поэтому, ну, я считаю, что, конечно, с тренером у Химок, ну, прям, не то, что в молоко, а вообще мимо мишени выстрел. История Талалаев, минус, ушел из Торпедо, хотя в момент прихода, я не знаю, видели ли вы этот видос, я уже в Телеграме размещал, когда он сказал о том, что можно делать чудеса с этими футболистами, которых зацепил Геркус. Сейчас взяли испанца, вот уже будет испанец руководить, завтра презентация на нее обязательно. Главный тренер Торпедо испанец? Да, будет испанец. Но я думаю, что фамилии вам ничего не скажут. Да. Что, вот как вы оцениваете испанца и ее ход Талалаев? А как я могу оценивать то, что он испанец? Ну, испанец, и что дальше? Видимо, Хамон любит. Ну, я не знаю, о ком речь, но как? Я вообще не понимаю, на хрена вылетающая Торпедо брать испанца? Ну, я не знаю, но мне кажется, там, знаешь, такой конкурс, кто более бредовый поступок залепит. Кто там вообще исполнит какой-нибудь, по курьезности, что-нибудь, эх, такое залихватское, чем мы еще людей не радовали? А давайте испанца в первую лигу практически уже по факту притащим. Вот. И еще у нас 42-летний нападающий забьет, который еще помнит не то, что искусственную траву в лужниках, а который еще помнит отсутствие травы в лужниках с красной разметкой и опилками. Ну, я думаю, это все от того, что просто абсолютно курьезные персонажи руководят футбольными клубами. Ну, то есть вы не видите уже перспектив никакие? Да какие перспективы? Ну, что ты, ну там совсем, знаешь, там может быть вот от дурости, вот сейчас они будут с Ростовом играть, Ростов выйдет в шапка в закидательском настроении, и может там пару дураков получить, а потом они станут, десятерон будут отбиваться, там или один дурак, и все, и Ростов не сможет им забить. Вначале будут в вальяжные ходить, а потом будут спешить, торопиться и не смогут. Ну, вот только в таком формате торпеда может что-то показать, знаешь, когда нарвется на кого-то, кто наверху и кто себя чувствует королем жизни. А где у них будут игры с теми, кому они жизненно необходимы очки, ну там будет совсем беда. У вас нет ощущения, что вот то, как Зенит, не то, что он там проиграл две последние игры, а то, как он играет, дает некую надежду. Надежду дает только вопрос, кому? К Ростову, ну ты же понимаешь, что никто Ростов наверх не выпустит. Но еще сейчас они там торпеды обыграют, если Зенит не выиграет, а сыграет ничью, то после этого Ростов не то, что там битами, Ростов молотами будут глушить. И следующий матч там будет такое, что на голову не оденешь. Вы имеете в виду, что если начнут приближаться к Зениту, то начнут глушить Ростов? Конечно. Ну и так, ты что думаешь, это беспочвенная вонь про то, что Ростов больше всех забил пенальти? Ну ты понимаешь, ну вот все пенальти по поводу вот этих 13, да, ну реально там один, можно там с под торпедо, причем там, знаешь, ну как, кому-то ложится, кому-то не ложится. Я, например, считаю, что был нормальный, честный пенальти. Эти КДК говорят, нет, с торпедо, из 13 пенальти, я говорю, что только один, но я считаю, что который можно там как-то спорить. Все остальные вообще бесспорные пенальти. Еще там, как говорит Карпин, 4-5, а мне кажется 5-6, из которых, по-моему, 4-5 тоже признали, что должны были еще на Камьяченко поставить. Ну так зачем вообще эту волну поднимать? Подождите, с торпедо или с химками, вот сейчас вы имеете в виду, с последним матчем? Нет, вот помнишь, когда там с перебить... А, когда перебили, все, я понял, да, я не просто думал... Дальше, вот вокруг этого пенальти, ну еще можно какой-то огород городить. Все остальные 12, они вообще стопроцентные. Еще, я говорю, там 5 или 4, 5, без разницы, 6 еще не дали. Зачем это поднимается волна? Мы за другими клубами смотрели, как только поставили 13-й, взорвалось прямо медиаполе о том, что Ростов бьет больше всех. Ну как же? Андрей Владимирович, ну оно не взорвалось, оно и раньше об этом говорили. Нет, это когда много что-то, какого-то клуба начинают, да, вот у спорта как бы... А как женщина говорит, ну что ж ты падла такая красивая, а? Знаешь, так и здесь. Я попрошу, это натуральный цвет. Да, ну никуда же не уйдешь от данности. Если игрокам молотят штрафной, ну что ты сделаешь? Да. Ну уже давали команду не свистеть, но получили тоже эти руководители судейского корпуса. Ты понимаешь, очень сильно им вар, конечно, мешает. Отсутствие вара бы, Ростов бы и 10 не ударил, а тут вот прям как-то, ну, нельзя. Ну точно, конечно, ссы в глаза Божьи и Росан, но как-то не время. Я по Зениту просто вернусь. Ну то есть вы не видите какой-то угрозы для них? Ну, во-первых, у них и состав самостили. Мне кажется, они соберутся. Мое мнение, что у них не очень получается, потому что все-таки некоторые поля для...